Приветствуем вас, дорогие телезрители! В эфире передача «Хороший день» и мы ее ведущие Ксения Каста и я, Алберто Карвали. И сегодня на студии замечательная певица, оперная дива и актриса Ирина Рындина. Ирина, мы очень рады вас видеть в этот дождливый денек. Мы так рассчитывали, что наконец-то распогодилось и лето улыбнулось нам солнечным лучом, но не тут-то было. Вы успели. Мы вас поздравляем. Ирина, отражая легкую меланхолию в ваших глазах, хочется задать вопрос. Петь или не петь? Играть или не играть? Задавались ли вы когда-нибудь такими риторическими вопросами? Не было ли у вас когда-нибудь сомнений в том, чем вы занимаетесь? Петь играю еще. Играть во время пения. Всегда есть такой вопрос. Есть предназначение, есть профессия. Вот я думаю, если это мое предназначение, значит терпи. А если все-таки я хочу сделать из этого... Вот профессия – это зарабатывание денег все-таки. А предназначение – это более глобально. И вот я все время задаю себе вопросы. Ну вот это моя миссия, это мой месседж как бы миру. Или это все-таки разменивание себя в профессии. Вот там в сериалах, например, которые мне не нравятся. Или играть те роли, которые я не хочу. Вот это одно дело. А предназначение – это другое. Но иногда за предназначение нужно претерпеть. Но часто ли вы получаете приглашения, в которые приходите в восторг, и они вас окрыляют? Или чаще все-таки действительно, как вы выражаетесь, приходится размениваться? Я думаю, что я... Нейтральное какое-то у меня положение. Потому что у меня есть работы, за которые мне не стыдно. Они серьезные. И я думаю, что я имею сейчас возможность отказываться от того, что мне не нужно, не полезно. Ну, мы знаем, да, что у вас есть спектакль. Да, вот мы знаем, что вы точно не отказались играть моноспектакль по письмам Марии Калас. И вот расскажите нам, как эта певица повлияла на вашу творческую жизнь? Вот Мария Калас для Ирмы. Вот кто она? Личность, прежде всего. Мне вообще интересует в жизни история развития человека и его трансформации в течение жизни. Поэтому мне интересна личность Марии, или это Калас, или Аллы Пугачевой, или там, я не знаю. Вот это исследование внутреннее. И мне это никто не предлагал. Это моя идея. Это я сама придумала и воплотила с помощью, конечно, талантливых людей, которые мне помогают. Это ваш подход к любой роли, или она была особенная для вас? Я, наверное, такой артист. Ну, может, выпуклый, может быть, кому-то не очень удобный в таком ансамблевом коллективе. Поэтому меня видно. И вообще, в мастерах, которыми я работала. Вот дирижер Аном Амедов, Марат Атаевич, который, я считаю, крестом, он меня вывел в оркестр в свое время. Он сказал, у тебя история моно. То есть ты можешь сделать, ну, как бы посвятить свое творчество, вот одну персону взять. То есть я пытаюсь как бы прикоснуться, я не имею на это права, я не имею права играть Марию Каласу, потому что... Ну, потому что это масштаб очень... Я могу только-только просто как бы через ее призму. У меня спектакль через призму ее писем. Я рассказываю о своей истории жизни и любви, потому что там нетриумфальное шествие оперной дивы Каласа. Это история женщины, Марии, которая не рисовалась как женщина. Вот, собственно, это я хотела рассмотреть. Потому что для меня всегда интересно, не какие там шедевры создал человек, а как он к этому шел, через что, и как он преодолевал, потому что... Это драма. Ну, это всегда драма, чем выше человек находился. Там говорят, что там очень холодно. Она говорила, что там очень холодно и одиноко на этом айсберге. На вершине этого айсберга. Ну, это был своего рода, наверное, даже такой эксперимент, да, потому что, как многие говорили, что это сочетание драмы и пения, да, то есть это монологи театральные, с вашим красивым голосом, арией, который вы исполняете. Мы прекрасно понимаем, что все новые театральные проекты очень сложно впускаются в театральный мир. Да, и мы прекрасно понимаем, что дело не в зависти даже, да, наверное, в какой-то, а действительно очень сложно пробивать вот этот путь и стать, скажем так, на один пьедестал с другими очень известными театральными проектами. Но, тем не менее, вам удалось это сделать, и вы прочите долголетие этому проекту? Ну, я очень рада, что Союз театральных деятелей дал мне такую возможность. То есть я был фестиваль моноспектаклей, соло, я там была участником, я была участником, спектакль был участником международного фестиваля. В Германии состоялось? Да, состоялось, там были прекрасные, очень сильные коллеги. Ну, в общем, работа идет, работа идет, и еще много работы предстоит. Я думаю, что это не последняя моя работа, потому что, думаю, что вообще все только начинается. От Евгения Симонова, я знаю, очень лестно отзывалась об этом театральном проекте, всячески вас поддерживала, помогала вам. Я очень благодарна этому человеку. То есть прорваться получилось не только на нашей сцене, но и на международном уровне, что, конечно, очень приятно, как представителю России на международной театральной сцене. Ну, вот прорываемся, потому что деньги мы сами собирали. Да, это все с такой вот протянутой рукой мы ходим. Мы, артисты, ходим для наших проектов, которые, казалось бы, мы представляем Россию, казалось бы, вот говорят, что у меня какой-то феноменальный голос, да, который достойно может представлять. Но я не имею такой возможности, наверное, пока. И я думаю, что я просто, мне надо не останавливаться, идти вперед. И думаю, что все получится. Конечно, конечно, получится. И обязательно садятся звезды, и люди услышат, и увидят. Потому что я честна в своем творчестве, вот это самое главное. Ирина, вы блистали во многих театральных проектах, таких театров, как ЭЦТРА, Гогольцентр, Театр Наций. А никогда не было желания сесть в одном из них и стать его музой? Очень большое есть желание. Очень большое желание есть сесть на зарплату, на такую совсем небольшую, что-то делать. Может, небольшую? Почему сразу небольшую? Вы себе не дооцените. Нет, я говорю вообще, потому что у нас вот... Но, к сожалению, я слышу своих коллег, они, в общем-то, привязаны, привязаны. Я вижу вообще другой театр. И пока я не... Наверное, мне полезнее существовать вот как-то автономно пока. Потому что у нас, если ты не медийный артист, то ты как бы... У тебя одно положение. В театре. Если ты медийный артист, то оно же все телевидение решает. Вот, поэтому, если тебя видят в телевизоре, то, значит, ты имеешь какой-то вес. Неважно, чем ты занимаешься там. То есть театральной актрисе все равно нужно в кино и в сериальчик так время от времени прорываться для того, чтобы держаться в театре. Ну, конечно, надо, конечно. Это такие тенденции времени. Я не могу. Я не могу с ветряными мельницами. У нас много людей, которые с ветряными мельницами борются. Но это бесполезно. Я понимаю, что... Артист должен играть. У нас здесь одна борьба. Я уже переживаю. Когда же время творите, действительно. Ну, оно есть, его полно. Просто надо вставать и делать. Почему я еще стяготею к моно таким вещам? Потому что, я понимаю, одного собрать, значит, пятерых даже человек без оплаты репетиционных, без репетиций, без какого-то гонорара большого. Это очень сложно. То есть люди сейчас зарабатывают деньги для того, чтобы задержать свои семьи, да? Это студентам интересно в каких-то благотворительных акциях работать. Но это профессия. И, в общем-то, люди зарабатывают деньги. Поэтому я не могу собрать пятерых актеров одновременно в одном месте, понимаете? Поэтому, наверное, я думаю сейчас о моноистории. Немножечко грустно. Я думаю, что пора посмотреть ваш актерский шоу Рил и немножечко взбодриться. Взбодриться. Смотрим. Я не люблю тебя. Это достаточно. Или тебе показать. На! Смотри! Ты трогал ее вчера! Ты трогал ее вчера! И вот пока я в родовую бежал, думал, какой же я хирург, если я роды принять не смогу. Все разумно! Все разумно! Все разумно! Короче, чтобы этого пса завтра здесь не было, ясно? Иначе я накатаю заявление в полицию Послушайте Я не собираюсь ничего слушать, у меня аллергия на живот Да нет у вас ничего, а если вы будете против моей собаки, я... Валентина Степановна, ну вы что мне, войну что ли собираетесь объявлять? Я вам устрою такую войну, третью мировую, обалдел Ой, Господи, закрывай ты дверь Ваша мама говорила, что вы бизнесмен Раздевайтесь Простите, что? Я говорю, раздевайтесь Давайте не будем терять время Вы меня за кого принимаете? Ну не надо корчить себя такой вот, не дотрогу, зачем? Да как вы смеете вообще? По хаму Я? Да, да хам Другой не захотят с вами поговорить со мной А зачем? Я ни при чем Всю жизнь женщина ищет мужчину своей мечты А заканчивается все компромиссом С нами Бог И с нами правда, с нами любовь Божья Так победим же врагов Это наш Господь, как он все увидит Деточка, моя дружность Здравствуйте, мам, ты опять напилась? Ты что вообще приперлась сюда в таком виде? В каком виде? Я выпила... Ну подумаешь, выпила я рюмочку для... Иди отсюда, мам! Ну а ты что, по губам захотела матери такое говорить? Я что, не имею права на женское счастье? И не реви! И реви, я сказала! Слушай, ты, сосунок! Гавачу я сейчас, я сейчас к главврачу пойду! А я вас предупреждал, чтобы вы в таком состоянии больше здесь не появлялись Охрана! Охрану позовите! Ой, охрана! В эфире передача «Хороший день» И я напоминаю, что у нас в гостях Ирина Рындина Ирина, вот расскажите Фильм «Доктор» Главный герой в свой первый рабочий день в больнице Так сказать, органично вливается в коллектив Поставив бутылку водки на стол Да Признавайтесь, какой был ваш выходной билет в мир театра? Что поставили на стол? Что вы поставили на стол? Не поверите, я положила свой живот Я была беременна и стала таскаться Мое нахождение в мир театра начался со студии саунд-драмы Володи Панкова Вот, в настоящий мир театр Вот, и я была беременна, у меня уже был восьмой месяц И вот так случилось, что я пришла Я отпела концерт на восьмом месяце Вот, с таким животом это были такие серьезные оперные пласты И моя подруга говорит, а не пойти ли тебе к нам? Вот, и мне кажется, как раз Бочевич писал в студию саунд-драмы Они как раз ставили Гоголя, вот первую часть Но Володя не решился меня ввести все-таки беременную Потому что у него как раз жена в этот момент рожала Поэтому он как-то здоровый беременный женщин Поэтому я вот скатилась, можно так сказать, беременная В мир театра Насколько мне известно, вы покинули, да, саунд-драмы? Ну, как я могу покинуть свою семью? Это же невозможно Ну, просто, может быть, временно Временно Сейчас у Володи очень много ответственности Он сейчас стал руководителем ЦДР Просто у них маленькие площадки Я, наверное, не могу сейчас примениться так, как он меня видит Потому что те спектакли, которые в студии саунд-драмы Саунд-драмы я играла крупной формы Я во всех участвую И идет блистательный спектакль Морфий у нас в театре ЦДР уже 10 лет, да, будет Мы проездили за спектаклем Война почти полмира Мы объездили, это громадное полотно Поэтому я очень благодарна Я думаю, что это временно Какое-то затишье, ничего А вот раз уж мы заговорили про саунд-драму Мне посчастливилось, собственно, быть на спектакле И у меня возник вопрос Корректно ли назвать спектакли, которых вы играли, мюзиклом? Или это все-таки не тот жанр? Нет, саунд-драма это музыкальная драма Это соединение Там соединяется артист, его голос, его чувство ритма Цветок, вот это вот Это все, все шумы То есть это более серьезно? Ну это более серьезно Это музыкальная драма Именно вот так вот, я бы сказала Потому что блистательные артисты Самые лучшие артисты, собранные в студии Это сразу, я подтверждаю Да И Володя как раз в последнем своем интервью Говорил о том, что, к сожалению Не все артисты дожили до того, чтобы они получили свой театр И, к сожалению, старая саунд-драма, она немножечко у нас вот так вот развалилась Старики наши Но самое главное, что он говорит, что любая личность, любой артист из саунд-драмы Он всегда просияет каким-то особенным светом и энергией, которую он будет нести в своем творчестве Мы говорим, да, о театре, о сцене Вы тут мнение, что оперные певцы и служители театра – народ очень интеллигентный и культурный Так ли это? Ну, я не знаю, какое я произвожу впечатление с этой стороны Вы можете о своих коллегах обмолвиться Да, нам про коллега интересно, мы хотим сплетен Именно про оперных певцов Я вообще мало общаюсь с оперными певцами, к сожалению Но это вам не мешает блестательно исполнять партии известные из известных опер? Дело в том, что я говорю, что я драматическая, поющая, может быть, отличая моё пение Я просто универсальный актер, который может делать Я могу, как Ван Коффин говорил, «Ярындина, ты будешь в своей биографии», и она и висела, и лежала, и летала, и в противогазе она пела Так что ты всё можешь Поэтому я, наверное, человек своего времени Я развиваюсь, я развиваю голос, и до сих пор я занимаюсь, и до сих пор я что-то... Конечно, мне бы хотелось сейчас в своей жизни уже полноценного оперного воплощения своего То есть не всё-таки не в экспериментах вот таких вот участвовать А чтобы... Потому что я понимаю, что я внутренне готова к этому Исполнить оперную партию – это вообще очень большая психофизическая нагрузка Это... Человек должен уже быть зрелым, созреть как физически, так и духовно даже Потому что есть очень серьёзные То есть это квинтэссенция вообще всех искусств и всего опера Я думаю, что вот только сейчас пришло то время, когда я могу сказать своё слово и думаю, что... В оперном искусстве В оперном искусстве, да Мне сейчас интересно вот воплощение себя как оперной полноценной певицы Ирина, вот вы блестяще исполняете, на мой взгляд... Я только на том, что... Да, да, да Партию «Кармен» Хабанера Слышала я в разных, скажем так, исполнениях Но мы прекрасно понимаем, что эту партию исполняли такие оперные дивы, как Мария Калас, Любовь Казарновская, Елена Образцова Вот когда вы работали над этой партией, вы добивались исключительности в исполнении? Или вы ставили перед собой какие-то другие задачи? Знаете, мне очень понравилось одно высказывание, с которым я согласна Оперная певица, к любой оперной диве, к Образцовой, к Вишневской, к Марии Каласа, к Повороте, к Доминго, к любому человеку, звезде, вот такой состоявшейся Можно предъявить технические претензии То есть, оперный певец, это прежде всего личность Прежде всего личность и характер Очень, как правило, непростой Потому что все люди непростые были Это особая какая-то миссия на Земле Это точно, тем более в наше время Хотя сейчас очень многие сейчас поют И научим петь за 2-3 занятия Вот мне это очень нравится Вот, а я в 18 лет занималась только техникой Я 4 года так и мычала И вот и а-а-а сидела, а-а-а, там вот эти вот на слой Потому что у меня, я сейчас могу петь в любом состоянии Спасибо большое моей Татьяне Васильевне Лариной К ней я пришла спустя столько экспериментов Поэтому, возвращаясь к Армен Для меня, я технически оснащена так Что моя внутренняя механика, которой я работаю Она уже работает на мой образ Я думаю только о каких-то... Он сам, я подчиняюсь ему, я подчиняюсь своей природе И немножко вообще по-другому отношусь к пению И по-другому... То есть Ваша цель раскрыть то, что Вас внутри в этот момент играет И как оно работает? Это природа, да Моя индивидуальная природа И вот если я в нее погружаюсь Она мне сама дает все ответы Ирина, не возражайте, мы послушаем Хабанера в Вашем исполнении Давайте Давайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирина, ну на самом деле вы без остатка отдаётесь своим героиням Всецело вжимаетесь в этот образ А Вам потом легко выходить из него? Не знаю, наверное, у меня вообще состояние такого На грани психиатрии По жизни Поэтому я думаю, что я уже органично с вами существую Кстати, Вы сказали, пока мы слушали этот фрагмент Вы сказали о том, что у Вас была ангина Наижучайшая совершенно Но при этом это не мешало Вам блестяще выступать Ну вообще, это не благодаря, а вопреки Певец вообще должен жить в других условиях В иных Без стрессов, хорошо питаться, хорошо одеваться И так далее Спать по 9 часов Да, я, наверное, вот какой-то Думаю, что не я единственная Преодолевая какие-то все время препятствия И поэтому мне позволяет моя школа и моя техника Которой я владею сейчас Это делать в любом состоянии Потому что все мои какие-то публичные выступления Они все были сопряжены Вообще чуть ли не с потерей Или аппарат, ну аппарат работает, он тебя выносит Вот у меня было в морфе Вообще я звоню режиссеру Я говорю, я шепчу, я не могу ничего говорить А вот ничего не знаю А вот шепчи дальше А он говорит, а меня это не интересует, шепчи дальше И все, и положил трубку А я выхожу на сцену, и я начинаю петь Потому что у меня работает внутренняя моя аппаратура Вот так вот Ирина, время, к сожалению, нашего эфира подходит к концу И на самом деле нас просто поражает сила вашей воли Вы настоящий трудоголик, молодец Мы желаем вам И вдохновения для многих телезрителей Это определенное Поэтому желаем только успехов и удачи на всех ваших поприщах Спасибо Дорогие телезрители, с вами прощаемся Увидимся завтра в это же время Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok